Итак, начинается моя обратная поездка. Я сейчас нахожусь в аэропорту Курумыч, города Самара. И все. Сегодня, через буквально два часа, я вылетаю через Турцию также, в Германию. Начинается мое путешествие обратно домой в Германию. Сейчас я нахожусь в аэропорту города Самара, который называется Курумыч, и сейчас буквально через один час начнется посадка на рейс Самара-Стамбул. Там будет у меня присадка, более трех часов при помощи, по-моему, в этой 45, а потом в Стамбул, в Германию. В аэропорту Курумыч я первый раз ухожусь, потому что он был прилетел, точнее, прилетел сюда, но был в этом месте, где сейчас нахожусь в Аэропорту. Здесь, конечно, все обновилось, все новое. Но самое интересное, что я пришел в три контроля. То есть, первый контроль был на входе в работу. Проверили, потом был следующий контроль. Проверили, дальше при регистрации, точнее, регистрацию прошло. После регистрации, когда прошел зал международных перелетов, еще раз проверили. Ну и, в принципе, паспортный контроль. То есть, на три раза, где проверяли меня. Как ни странно, у меня проверили всего лишь один раз, когда я зашел в Аэропорт. Там проверили после регистрации и все на этом. А здесь целых почти три раза. И плюс еще дополнительно на паспортном контроле, когда проверяли, когда спрашивали, проживаю ли я в Германии, где я проживаю, учусь. Я сказал, что я учусь, как долго там учусь, с кем я проживаю, где я проживала, в Самаре, в Самаре, в Самаре, в Самаре. То есть, все это спрошено. То есть, как-то так. И в понужденной обстановке, информационной форме. Такой опрос проводился. И проведен анализ, почему я лечу именно из Самары в Берлин, транзитную через Турцию. Первый раз столкнулся с тем, что здесь проверяли немецкие документы. Обычно немецкие документы не проверяют. То есть, я показываю, так как у меня есть гражданство России, я показываю свой загранпаспорт, показываю свой билет. И это достаточно. Но здесь нужно еще показать немецкие документы. Потому что они тоже сверху какой-то поделенный проводили. То есть, смотрели адрес проживания и тому подобное. Это все-таки, на мой взгляд, чересчур уж правила прохождения регистрации здесь, в Куромыче. Но вообще, самарапорт очень красивый, современный, новый. Единственное, что в зоне билетели в основном заполнено спиртными напитками, которые продаются также в Германии, в повсеместном магазине. И цена, если в Германии составляет до 10 евро, то цена здесь составляет приблизительно 20 евро. То есть, в два раза дороже. И очень много алкоголя. Мало. Маленький отдел с какими-то магнитиками, с какими-то сувенирами. Есть еще парфюмерия. Ну и все. И отдел алкогольных напиток. Сейчас я жду свой рейс. Через час, как я скажу, уже 55 минут начнется посадка. И потом еще. Субтитры создавал DimaTorzok Только что сейчас. Удачно подземлились. Все нормально. И теперь я иду дальше. В транзит, в Германию. Что я хочу сказать. Здесь я был в Турции, в этом Пату, приблизительно 11-12 дней назад. И что вы думаете? Здесь многое поменялось. Где я ходил, и мне понравилась еда. И сейчас я пошел, там совсем-совсем другое. Там продают что-то вообще не связанное с едой. И вообще как бы поменялось многое. Открыли, допустим, магазин Louis Vuitton. Его здесь не было, когда я был. 11 дней назад. Сейчас он есть. Еще что-то доделали. Какие-то зоны, пространство доделали они. Где еще было не доделано. Прямо за эти, даже менее чем две недели, здесь поменялось что-то в лучшую сторону. Ученик-салпады. В Донбеку. Белый день. Для меня есть еще одна из одного. Все-два. Белый день. Существует... Белый день. Ученик-салпады. Выбелый день. Ученик-салпады. Они снимались такие голодные деньги. И они поменяли то, что не смогли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok После давайте субтитры создавал DimaTorzok Классная Так, все, я приехал, друзья, наконец-то в Акфольдор У меня даже нет сил улыбаться на камеру Потому что я очень сильно, если честно, устал Так как была бессонная ночь в самолете Почему бессонная? Потому что я поспал в самолете буквально, наверное, полчаса Ну, сейчас в автобусе пока ехал с Берлина Часа полтора я тоже вздремнул Но это все за последние двое суток Поэтому сложно Сейчас я пешком с Бузбанхофа То, что радует, что не с Бузбанхофа, а с Бузбанхофа Иду домой Вы слышите, да, чемодан перемет по асфальту И буквально через 5-10 минут Не, 5-10 минут Я буду дома Все, мое путешествие закончилось В Россию, через Турцию Надеюсь, вам это путешествие понравилось Если да, ставим лайк Подписываемся на мой канал И желаем всего доброго, всего хорошего И бессбальт Чус! Спасибо за субтитры Алексею Дубанхофа! Спасибо за субтитры Алексею Дубанхофа! Спасибо за субтитры Алексею Дубанхофа!